Информационная бомба регионального масштаба В средствах массовых информаций И телеграм-каналах, которые, безусловно, подконтрольны Белому дому Уфы В среду 2 августа примерно в 11.00 появились сообщения о том, что неизвестный с гранатой блокировал Нагаевское шоссе Через некоторое время нам показали кадры, где абсолютно пустое шоссе В промежутке между мостом на Пугачевке и поворотом на деревню Карпова По пустой дороге бродил какой-то мужичок с пакетом и вокруг был мирный лес Кадры были очень размыты и сняты явно с камеры ГИБДД Уже к 13.00 выдали кадры, снятые из-за забора Где было видно, что злодей уже ограничен в ареале обитания И вокруг него во множестве стоят автомобили МВД, Росгвардии и других спецслужб И по-прежнему вокруг был мирный, спокойный лес К 13.32 августа стало известно, что злодей некий Ильдар, 39 лет И он дал дёру от конвоиров, перевозивших его в Базилевку На психоневрологическую экспертизу в рамках уголовного дела За дезертирство из одной из ростовских военных частей Ближе к половине третьего режиссёрам и сценаристам этого действия Показалось, что драматизма в сценах явно не хватает И в сценарий внесли срочно серьёзные коррективы Во-первых, граната из одной превратилась сразу в шесть гранат А место действия чего-то переместилось на автозаправочную станцию Для большего драматизма ситуации Некоторые СМИ УФЫ сообщили о том, что около АЗС Образовался детский сад Мало того, что он там образовался, он ещё и полон румяных, но встревожных детишек Уже к 15.00 все информационные каналы голосили о том, что кортеж Хабирова По требованию дезертира выехал на место событий Публика затаила дыхание в ужасе, ожидая судьбоносного взрыва И неизбежных кадровых перестановок в высшем руководстве региона Надо отметить, что события этого блокбастера развивались строго по канонам лучших образцов индийского кино Нам показали идиллическую картинку, на которой совсем не было АЗС или детского сада Однако Хабиров и злодей мирно беседуют, сидя на дорожном ограждении около съезда с шоссе на деревню Карпова Рядом скучает боец Росгвардии, одетый в бронежилет, но всем своим видом показывающий, что он то ли не боится шести гранат Вообще, то ли этих гранат, собственно, и не существует Конечно же, Хабиров душевно уговорил мерзавца прекратить противодействовать силовикам и совершать противоправные действия Тут же подконтрольные Белому дому интернет-каналы сообщили о том, что после беседы с губернатором злодей сдал свое оружие и сдался властям А теперь наши вопросы ко всему этому видеоспектаклю Первый и главный вопрос Как убежавший из-под конвоя подозреваемый в тяжком военном преступлении человек, которого транспортировали в Базилеевку, обзавелся аж шестью ручными гранатами? Ну, вот если вам предложат поискать гранату, у вас потребуется некоторое время для того, чтобы ее найти И это при условии того, что вы условно свободный человек А этот человек был не свободен, он был уже на гауптвахте, он уже был подозреваемым, он был ограничен в свободе Где-то раздобыл шесть гранат Дальше Вопрос такой Почему злодей не был нейтрализован или, попросту говоря, убит снайперами на безлюдном участке шоссе, окруженным лесом? Они что, ждали, когда Хабиров придет им на помощь? По ходу действия еще один вопрос Почему дезертир с шестью гранатами свободно перемещался от съезда к деревне Карпова до автозаправочной станции До которой, кстати говоря, там больше километра Он перемещался и туда, и обратно И все это происходило под надзором силовиков Ну, все-таки получается, что ждали Хабирова Заранее ждали Ну и, собственно, вопрос такой Откуда у нашего губернатора эта внезапная страсть к чрезвычайным происшествиям? Он и по телефону со злодеем поговорил Он немедленно приехал Не забыв, кстати говоря, в пути переодеться в свежую футболку Видимо, больше подходящую по сценарию В общем, какой-то всплеск интереса дорогого ради Фаритовича к криминальным проявлениям жителей Башкортостана В целом, конечно, видеопродукт телекомпании «Шторы Пикчерс» Как в народе называют кинопроизводство госпожи Прочаковской Вызвал массу вопросов и к сценарию, и к постановке Но самый главный вопрос, конечно, не в этом Главный вопрос к Радио Хабирову Зачем это нужно было Хабирову? И кто его уговорил поучаствовать во всем этом постыдном фарсе? Очевидно, что дорогой ради Фаритович ощущает в последнее время имиджевый провал Провал этот в умах и сердцах жителей республики И, ну, не может его не беспокоить эта проблема И, конечно же, сам Хабиров и его окружение лихорадочно ищут способ поднять авторитет губернатора в народе Но ведь незадача Когда окружаешь себя пиар-специалистами образца Прочаковской Неминуемое наступание в дерьмо обязательно случится Ну, так, собственно, и случилось в этот раз Мне, вот, честно говоря, пока я это все наблюдал Было даже немножко жаль дорогого ради Фаритовича И иногда так вот он искренне доверяет свою репутацию в руки шарлатанов Что хочется по рукам этим шарлатанам ударить А самому дорогому ради Фаритовичу протянуть соломинку помощи Но это я что-то немножко сентиментально расчувствовался А теперь небольшое послесловие ко всей этой дурацкой истории Выяснилось, что с большим опозданием Но все-таки Росгвардия прокомментировала ситуацию Сообщив, что она не умаляет героизма поступка губернатора Но негодяя с гранатами Все-таки обезвредили сотрудники силовой структуры И вот эта фраза башкирских СМИ о том, что после разговора с Хабировым Преступник сдался властям Оказалось полностью дезавуировано Буквально на следующий день после случившегося В Стерльтамаке неизвестный захватил Алкомаркет И потребовал почему-то приезда ЧВК Вагнер Ну, видимо, Лавра и Льдара с гранатой Вдохновили этого негодяя на захват Алкомаркета Алкотеррорист прогадал Пригожин на встречу с ним так и не приехал И пришлось местным силовикам обходиться своими силами Никто, к счастью, не пострадал Собственно, наверное, тем, кто пожелает в дальнейшем Продолжить карьеру Льдара с гранатами Надо понимать, что приедет только Хабиров А Пригожин точно не приедет Когда эмоции в информационном пространстве немного улеглись Мы в своем телеграм-канале «Открытая политика» На которую вы, кстати говоря, так еще и не подписаны Провели опрос наших подписчиков Мы, собственно, задали вопрос Поверили ли наши подписчики в историю героизма Хабирова и Льдара с гранатой? Или все это бездарная постановка в интересах приподнятия Приупавшего имиджа дорогого Ради Фаритовича? В опросе приняло, кстати говоря, неожиданно большое количество подписчиков Более 1300 человек 85% не поверили в геройский перформанс Хабирова И сочли все это постановкой в целях поднятия из-под плинтуса имиджа губернатора И только 15% уверовали в героические порывы нашего дорогого Ради Фаритовича Как говорится, без комментариев 85 на 15 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!